Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Лубнова и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям у нас прямой эфир. Телефон студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. В прошлой программе у нас телезрители активно нам звонили, рассказывали свои истории. Как вы, Алексей, доживаете их после эфира? Ну, я обдумывал, что сегодня можно было бы сказать во след тем историям. И у меня как-то отпечаталась фраза нашей зрительницы во второй истории, которая говорила о домашних животных, которые умирают. Которые тоже уходят, она сказала, да? Ну, которые тоже уходят, да. И в прошлый раз я, наверное, скорее слушал в большей степени как-то по-человечески и переживал что-то, сочувствовал как-то. Я думал о каком-то своем опыте и так далее. Вот. А потом, наверное, со временем как-то появился специалист ко всей этой истории, да. Ну, присоединился. Вот. И может быть, сегодня отчасти ему можно было бы дать слово. То есть я о чем? Я подумал о том, что вот, ну, если говорить об этой ситуации, об утрате, в данном случае, животных, да, то ведь люди, которые приходят, если они приходят к специалисту с такой историей о том, что, ну, кто-то умер. Будем предполагать, что за словом «уходят домашние животные», стоит разговор об утрате, да, об их смерти. То, в общем, за этой историей может, могут скрываться абсолютно разные, ну, какие-то моменты, с которыми человек пришел к психотерапевту или психологу. Что я имею в виду? Ну, то есть, грубо говоря, ну, специалисты… То есть эта ситуация – это такой повод, чтобы все-таки прийти к специалисту и начать заниматься своими внутренними вопросами. Причем эти внутренние вопросы, они могут быть… Ну, мы о них практически ничего не знаем. То есть, услышав о том, что животные уходят, мы можем очень много нафантазировать. Я имею в виду, мы – специалисты, да. Нам в этом смысле, ну, стоит иногда попридерживать свои фантазии и слушать, что же расскажет человек. А человек может… Свои интерпретации, да? Ну, свои интерпретации, да, свои какие-то идеи. Человек может рассказать разные… Дополнить эту историю разным содержанием, которое действительно для него является, ну, каким-то важным, и с которым он хотел бы, ну, как говорят сейчас, поработать, да, или к которому он бы хотел услышать отклик специалиста. То есть человек может прийти, например, с чувством вины. Это из-за меня. Животное погибло. Ну, не знаю, я не доглядел, что-то там не закрыл форточку условно, да. Или… Ну, да, там вовремя к ветеринарию. Да, да. И тогда, ну, на фасаде этой истории смерть вот домашнего животного, а внутри, ну, такое очень сильное, очень выраженное чувство вины, обвинение самого себя, да. Это может быть чувство одиночества. Я один или одна жила. Это был мой кот или кошка или собака, с которым мы там 15-20 лет, да. И я теперь остаюсь совсем один. Я прихожу домой, и меня никто не встречает, да. Или меня встречает пустая миска. У меня не просто не поворачиваются руки ее выбросить, да. Или меня встречает там пустой лоток. Ну, там какие-то игрушки, с которыми это животное играло. Домашний питомец. Вот. И вот эта утрата, она очень сильно начинает, ну, опять же, как сейчас говорят, подсвечивает, да, чувство одиночества. Это может быть чувство злости, потому что кто-то с этим животным, его отравили, его покусали чужие другие какие-то собаки, еда, кто-то его не доглядел за ним и так далее. То есть, что я хочу сказать. Придут четыре или пять человек, которые вроде бы будут говорить об одном и том же, об утрате, об уходе. Но когда мы начинаем об этом разговаривать, то оказывается, что там уникальные свои собственные истории, о которых заранее ничего не скажешь. И, конечно, ну, не придумаешь. И, конечно, ну, это просто нужно выяснять. Такой комментарий, с одной стороны, я думаю, что, может быть, нашим зрителям он, ну, понятен, и, может быть, это логика понятна, но, может быть, для кого-то это будет не совсем очевидно. Потому что иногда люди приходят и говорят, вот со мной вот это случилось. Ну, и специалист задает вопрос, а что это для вас значит? Как, что тут является? Да, но... Я даже в качестве примера вспомнила историю, где парень с девушкой, ну, она произошла много лет назад, парень с девушкой, они встречались, все у них было хорошо в отношениях, но в какой-то момент девушке нужно было уехать из города, и она оставила парню кролика своего, ну, чтобы он вот с ним побыл. Ну, и кролик, там у него застряла лапка, он получил травмы, и, в общем-то, он погиб, кролик. Они не могли справиться, и там были такие сильные переживания, что вопрос даже, наверное, вставало, не стоит ли этому парню обратиться к специалисту, потому что их отношения разладились с девушкой на этом фоне. И у него было и чувство вины, и злости на этого кролика, глупого, и на себя он злился тоже вместе с чувством вины, но действительно много чувств было связано с этой историей. И ваш пример важен еще и тем для меня, что человек может, ну, если он жил один, например, принести только, условно говоря, одну историю, свою собственную, когда он живет в семье, то это еще и истории детей, например, да, истории супруга или супруги, история партнеров и так далее. То есть, ну, мы услышим массу историй, и, может быть, даже если два человека придут, допустим, супруги по поводу одного и того же животного, мы услышим разные истории, да, для одного это будет одна история, для другого это будет другая история. В смысле содержательной части, в смысле того, что для них в этой истории важно. Вот, ну, мне кажется, что это, ну, если говорить о специалисте, не кажется это точно, это важно понимать, вот, но, возможно, это интересно вот нашим зрителям. Может быть, вы слышали эту историю, может быть, у вас есть какие-то свои. Вот, и поэтому, когда... Слышали историю нашей прошлой программы. Да, и поэтому, когда я слышу вот эту фразу «животные уходят», то, ну, хорошо бы на этом вот чисто профессионально остановиться, да, ну, и задать следующие вопросы. То есть не предпринимать ничего, кроме вопросов. То есть не бежать и не помогать, не бежать и не, ну, не говорить какие-то вещи, типа, ну, так бывает или еще что-то, да, вот. То есть не стремиться утешать, да, пожалеть, переключить внимание на что-то другое. Ну, потому что... Ну, потому что пока непонятно, о чем идет речь. Как бы странно это ни звучало. С людьми ведь то же самое, когда умирают люди, когда они уходят, и человек приходит и говорит, что он потерял, например, родителя, ребенка, супруга или еще кого-то. Этого недостаточно, как ни странно, чтобы началась какая-то работа психотерапии или психологическое консультирование. Нужно сделать еще кое-что. Вот я так это оставлю. По крайней мере, это такой был возврат к нашему прошлому, ну, выпуску какому-то, к нашему прошлому разговору. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, рассказывайте, может быть, продолжение своих историй, если вы звонили нам ранее, или у вас есть какое-то свое мнение, видение на те истории, которые вы услышали в рамках нашей программы. Мы готовы с Алексеем обсуждать. Перебил вас? Да, говорите. Да вот еще я о чем подумал, может быть, опять же, это будет. Мы с вами ведь, когда вышли, я кухню немножко открываю, мы с Еленой вышли после передачи и сказали, вот ведь как произошло одна передача, а в этой передаче две истории о потерях, об утратах. И вот сейчас я подумал, я мало смотрю, ну, телевизор, новости какие-то, ну, просто не всегда хватает времени, и как-то сейчас сторонюсь, наверное, от этого, честно говоря. Вот, но насколько, поправьте меня, может быть, кто чаще смотрит телевизор. Вот, что у нас в, ну, публичном, может быть, пространстве происходит с темой утрат, да? Насколько я знаю, либо они обрастают какими-то подробностями, от чего, что произошло, он сломал лапу или хвост, он умер от этого или от этого. Да, 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 вот какой-то такой интерес к обстоятельствам, а сколько ему было лет, если это про человека, а что, а долго ли болел, ну, вот какие-то такие моменты, которые, казалось бы… Ну, это такая классическая, наверное, информационная структура, да, возраст, обстоятельства. Да, и когда, возможно, определенное насыщение вот такими обстоятельствами происходит, ну, просто уже, ну, и какие-то дополнительные, может быть, сочиняются и придумываются, и так сейчас может быть, да? Вот, может быть, наступает другой момент, когда люди говорят, ну, все, уже хватит об этом говорить, давайте что-нибудь позитивное, давайте что-нибудь хорошее, там, и так далее, да? Да, вот, для меня прошлая передача еще была важна тем, что, и мы с вами тоже об этом говорили, я это заметил, что вот, ну, я, может быть, себя поймал на этом ощущении, что вот этот вот, ну, как для меня важен разговор без подробностей, разговор, где можно, ну, выразить, может быть, соболезнования, где можно выразить сочувствие, не, ну, не распушая эту историю, не бросаясь, как вы говорите, сразу утешать, сразу помогать, сразу переключать, сразу спасать человека от утраты… Советовать. Советовать, да. Вот, ну, вот, как-то посочувствовать, может быть, поговорить о том, что важно, и дать этим чувствам, ну, просто быть, вот, прозвучать, не испугаться этих чувств, не замылить их, не заболтать чем-то, вот, какие-то такие были соображения, и, может быть, я к чему это веду еще, к тому, что, может быть, ну, я, по крайней мере, к этому прислушался, что раз наши зрители с этим позвонили, то актуальность такого рода, ну, может быть, разговора, она очень высока, то есть разговора об утратах. Все-таки мы живем утрачивая. У нас в нескольких последних передачах звучала тема утраты в том или ином виде. Я думаю, что, наверное, это данность какой-то нашей передачи, по крайней мере, мы так обозначились и назвались, что я, ну, ценю, что ли, то, что люди приходят в наш разговор с этими, ну, важными темами, то есть они тяжелые, они болезненные какие-то, тяжелые для переживаний, но они очень важные, потому что, ну, а куда еще пойдешь, может быть, с этим, да? Вот такие мысли как-то возникли. Можем ли мы подсказать, я знаю, что мы уже как-то обсуждали подобную тему, и тем не менее, повторение, да, мать учений. Можем ли мы подсказать людям, которые вот находятся в ближайшем окружении, у тех вот, кто сейчас переживает утрату, вот как им поступать? То есть, может быть, вот то, что вы сейчас сформулировали, свести вот к неким таким тезисам. Ну, например, вот вы сказали там, не стоит утешать, да, а вот дать возможность высказаться. Может быть, еще. Не стоит сразу утешать. То, что люди нуждаются в каком-то утешении, ну, я думаю, что это так. Тем более большинство из них, из нас, когда в такой ситуации бывают, мы это осознаем. Иногда, конечно, хочется, чтобы близкие, ну, не то что догадались, может быть, об этом даже в голову не приходит мысль, что вот бы меня сейчас утешили. Горе, горя так много. Вот, но то, что они нуждаются в, люди, переживающие утрату, что они нуждаются в эмоциональной поддержке, тут, конечно, это словосочетание бы надо по-хорошему как-то расшифровать, да, что такое эмоциональная поддержка. Вот мы с вами сначала из такого варианта, что не является эмоциональной поддержкой. То есть советы, ну, обычно не являются эмоциональными. Ну, там, типа, отвлекись, да, или прошло уже 10 дней, уже никто не думает, а ты думаешь. Какое-то назидание вот это, да. Назидание, да. Точно не будет являться эмоциональной поддержкой, а наоборот будет у переживающего человека загонять эти чувства глубже. То есть они не останутся, не знаю, проветренными, что ли, озвученными. Но они не останутся озвученными, и, ну, нашей психике, нашей душе нужно какое-то время, чтобы провести внутреннюю работу. Мы можем помешать или помочь, да. Вот. И какими-то такими вещами, о которых мы начали говорить, мы, ну, или мы можем помешать другому человеку. Советами, критикой, предложениями переключиться. Хотя это иногда, безусловно, срабатывает, и, может быть, иногда нужно... Но на каком-то этапе это действенные способы, да? Ну, мы помним, что история не закончилась. Сам человек обычно очень хорошо понимает, когда его переживания закончились. Да, он это может обозначить разными словами. Мне стало легче, мне стало светлее, мне, там, как сейчас молодежь говорит, меня отпустило, да. Или, например, я про эту ситуацию вспоминаю не так вот целый день, да, я постоянно о ней думаю, а вот, не знаю, утром, вечером, перед сном, как-то немножко сужаются вот эти временные промежутки. Ну, в какой-то степени она блекнет, да, в какой-то степени она блекнет. Может ли, Алексей, вот являться утешением или эмоциональной поддержкой просто с человеком рядом посидеть молча? Я думаю, что этот совет абсолютно не универсальный, потому что у кого-то сидение молча может вызвать неловкое чувство и тревогу, у кого-то злость, у кого-то усиливающееся чувство одиночества. В общем, когда это сидение в одиночестве в каком-то смысле согласовано, оно может быть согласовано словами, ну, например, слушай, посиди просто, побудь рядом, может, ну, не надо ничего говорить, давай просто посидим, я так, ну, я рад или там, да, я признателен, что ты пришел, пришла, ну, вот, ничего не надо, да. Это такое согласованное, если собеседник кивает головой, говорит, да, окей, хорошо, я понял, вот, там, я пойду чай заварю, там, или еще что-то. То есть, экологичнее договориться все-таки, да, как вот мы… Ну, да, я вот употребляю этот термин «мы согласовали», да, мы как-то движемся в одном направлении. Вот, причем эта согласованность может быть не обязательно вербальная, она, ну, может быть, и вполне ощущаемая. Ну, когда люди чувствуют друг друга, они, наверное, даже без лишних слов могут понять, в чем нуждаются. Может быть, даже так, если это ситуация, где несколько человек рядом с тем, кто переживает, с тем, кто переживает утрату, то в некотором смысле разноголосица этих окружающих людей, она, ну, будет для него важна. Ну, то есть, кто-то будет, может быть, говорить, а может быть, кто-то будет болтать без умолку, а кто-то будет молчать, а кто-то будет что-то предлагать. И по факту переживание человека на кого-то откликнуться. Мы знаем это по схожим ситуациям, ну, когда мы обсуждаем какие-то важные истории для специалистов, ну, в групповой работе, да, там мы всегда видим и слышим эту разноголосицу, мы ее, мало того, что мы ее слышим, мы ее в какой-то степени, ну, растим, да, мы ей способствуем, чтобы специалисты, когда они друг с другом общаются, как-то пора, то есть, не было единообразия. Ну, бывает такое, приходит человек на прием и говорит, мне уже все родственники на протяжении, там, пяти лет говорят о том, что я уже должен или должна, ну, там, вот этот императив звучит, да, ну, с чем-то уже справиться, совладать, уже перестать там плакать, вспоминать и так далее. И это, конечно, безумная изоляция, одиночество, безумное по сложности переносить, да, человек ощущает себя просто, вот, ну, так это, изгоем выброшенным, да, причем по-разному, иногда он может злиться на близких, иногда он может ощущать, что он сам виноват, все уже выбрались, себя хорошо ощущают, а он, вот, с ним что-то не так, да, и вот он приходит, вот, так что и помолчать, и, может быть, поговорить, и, может быть, что-то вспомнить. Тут нет единого рецепта, кроме того, чтобы, ну, не знаю, как-то побыть человеком рядом, что тоже вполне размывчиво, как это побыть, да, вот. Ну, наверное, как-то так. И поэтому, вот, нам звонит наша телезрительница и говорит об этом, и, ну, как-то, как-то очевидно, она это переживает. Конечно. И мы попадаем в этот круг переживаний, мы с вами попадаем, и другие зрители попадают, и они, возможно, вспоминают о своих домашних животных, о своих утратах, да, и, наверное, все по-разному, как-то это, ну, если мы представляем себя такой большой группой городской, да, то мы вполне могли бы услышать массу мнений по поводу того, как это, и я думаю, что это абсолютно полярные мнения были. От мнения, да, вообще, о чем идет речь, это, там, какой-то, там, кот или какая-то собака, ну, заведи себе новую, да, ну, такого, такого циничного или прагматичного мнения, да, ну, что ты печалишься. Причем это, может быть, какой-то друг, который, вот, там, через месяц просто купит собаку или кота такой же породы, принесет, скажет, ну, мне надоело смотреть на твои слезы, на твои страдания, вот, ну, да, тебе нужно, вот. Ну, мы не знаем, может быть, даже сначала это вызовет сопротивление какое-то, да, неприятие, но это будет, вот, тем переломным моментом, с которого жизнь начнет возвращаться в этот дом. Жизнь, я имею в виду, ну, радость какая-то, да, забота, меньше одиночества станет. Вот вы замечательную фразу, Лена, сейчас сказали по поводу «жизнь будет возвращаться». Вот, я не знаю, наступит ли другое время, подозреваю, что не на нашем веку специалистов, мы в какой-то степени иногда, а сейчас все чаще пытаемся выяснить, как же вернуть жизнь. Можно ли это как-то спрогнозировать, можно ли это каким-то образом посчитать. Ну, что нужно сделать, чтобы жизнь вернулась, да. Да, вот. И парадоксальным образом она все время или чаще всего возвращается, ну, как любовь, да, когда ее совсем никто не ждет или с какого-то другого боку, ходу. Ну, вот, наверное, в этом смысле пока, по крайней мере, профессиональная компетентность специалиста, я так это переведу, психотерапевта или психолога, ну, как-то позволить этим дверям и форточкам оставаться открытым, чтобы она туда проникла. Ну, да, чтобы не помешать. Не помешать идеями, не помешать предложенными идеями. А у вас вот, наверное, вот это. Наверное, у вас в детстве вот это вот произошло или, наверное, вы со своим животным что-то у вас такое было. Вот. И, в общем, можно эти идеи грызть годами в психотерапии, например, да, в каком-то консультировании, вокруг этого выстраивать массу разговоров. Вот. Не помешать идеями, не помешать какой-то такой избыточной активностью, может быть. Интересно. Я подумала, мы сегодня практически всю передачу, пока ждем звонков от наших телезрителей, обсуждаем животных, да, их значение в какой-то степени для людей. И буквально в этот промежуток между нашими двумя программами, если я не ошибаюсь, отмечался Всемирный день домашних питомцев. Как-то вот в контакт попало. Хотела спросить у вас, Алексей. У вас большая практика психотерапевтическая, больше 20 лет. Приходили ли к вам люди вот с теми чувствами, переживаниями, о которых мы говорим в сегодняшней программе? Приходили, приходят. И буквально вот один из недавних примеров, это ровно тот, о котором вы говорите. Причем, ну, о котором вы сказали. То есть, когда смерть домашнего животного стала, ну, воротами, что ли, если можно так сказать. История о смерти, рассказанная в кабинете, история о смерти домашнего животного стала воротами к исследованию отношений хозяйки и ее партнера. Ну, ее супруга. Вот. Причем изначально это было, изначально это была тема утраты, да. Но, видимо, я предполагаю, видимо, эту утрату тяжелой или дополнительной тяжестью, или непереносимостью, или особенными какими-то конфигурациями, эта утрата, особым конфигурациям эта утрата, ну, благодарна, в кавычках, тому, что отношения с партнером были к этой утрате привязаны. То есть, ну, в моей ситуации реакция партнера на то, что произошло. Вот, ну, реакция была другой, неожиданной была реакция. Вот. И, конечно, можно говорить, что его реакция не испортила отношения. Реакция скорее… А мы не можем озвучить, да, какая у него была реакция? Ну, просто вы говорите, мне не очень понятно. Реакция была такой… Он начал так же грустить или, наоборот, обрадовался, что теперь нет домашнего животного? Он себя не грустил, просто он сказал, ты знаешь, ну, когда они с этим животным, так сказать, с лежащим, умершим, там, какое-то время, вот, ну, там, час-два проводили, чтобы думать. Он говорит, ты знаешь, мне нужно поехать по делам, вот, я не могу больше здесь сидеть. И моя пациентка восприняла это как, ну, такое равнодушие определенное, да, что он выполнил какую-то задачу. И она говорит, ну, какие могут быть дела, когда вот… Тут такое. Да, когда тут такое. Вот. Ну, вот то, что я начал говорить, конечно, его реакция явилась, ну, такой лакмусовой бумагой, да, реакция, которая пока показала, подсветила, выявила, ну, сделала более очевидным что-то, что до этого уже улавливалось. Почему я об этом говорю? Потому что потом, когда мы об этом стали говорить, оказалось, что много вопросов возникло уже до смерти домашнего животного, да. И эти просто вопросы, как, ну, как из шкатулки через какое-то время вывалились, да, вывалились вот в пространство психотерапии, да. Выскочили, как черты с табакерки? Ну, некоторые выскочили, как черт, да. Некоторых пришлось активно искать по углам, если вашу метафору. То есть некоторые вопросы очень так на поверхности, на языке, да, на кончике языка, их прям вот хочется бросить. И они появляются первыми. И не значит, что они самые горячие или самые острые или самые важные. Они могут быть такими, как это, авангардом вот этой всей истории, да. А там потом могут быть очень обозы таких очень тягостных, очень глубинных таких переживаний. Другой вопрос, появятся ли они в работе психотерапевтической или не появятся. Бывает по-разному. Алексей, у нас не так много времени осталось до конца программы. Вот в прошлой передаче вы, ну, зацепили тему, что хозяева часто привязываются к своим животным, потому что они на них похожи. Ну, и я тоже, да, присоединился и сказала, что да, это как будто бы выделенная часть хозяина. А сейчас я хочу у вас спросить. Вот мы знаем, что иногда дети берут на себя некую функцию, да, или она взрослыми навязана детям, вот как быть, не знаю, таким клеем в семье, да, или выполнять какую-то определенную роль. Бывают ли такие роли у домашних животных? Ну, если мы говорим о теории семейных систем, да, я коротко, да. То, безусловно, животное в этом смысле член семьи, полноценный. Ну, не говорящий, да, но все остальное точно. С характером со своим, да, с поведением. С характером, с привычками, к животным ревнует, почему кошка пошла к тебе, а не ко мне, почему ты времени больше проводишь с собакой, а не сам, ну и так далее, масса всего. Вот, и, конечно, он становится частью семьи, и, конечно, он, оно домашнее животное, проявляет и собирает на себя, ну, массу каких-то вопросов, да. Хорошо, когда, я заканчиваю в этом смысле, хорошо, когда у участников семьи хватает соображений, рефлексий, чтобы понимать, что, в общем, что-то тут не так. Не в животном деле, а, наверное, ну, в нас, да. Как-то где-то кто-то порылся, какая-то поговорка есть. Ну, ага. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Так интересно мы поговорили, на мой взгляд, достаточно необычную тему утраты домашнего животного и как людям быть с этими переживаниями. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До следующего вторника. Ну, и до наших и ваших историй. На YouTube-канале телеканала «Самара ГИС» можно посмотреть подборку наших программ, весь эфир размещен. Смотрите, звоните. Пишите нам там тоже. Да, задавайте вопросы. До свидания.